Знаем, вы слушаете Радио Болткома. Доброе утро, уважаемые радиосурцы. Начинаем работу в прямом эфире. Сейчас у нас на прямой связи посредством ЗУМа. Ну, пандемия, как вы знаете, носит свои коррективы. Приходится так удаленно общаться. У нас сопредседатель партии «Прогрессивные», депутат Рижской Думы и заместитель председателя комитета собственности Рижской Думы Антонина Нинашева на прямой связи. Доброе утро. Доброе утро. Да, ну вот, во-первых, недавно исполнилось 100 дней работы новой Рижской Думы. Чуточку попозже об этом тоже поговорим. Вот на прошлой неделе произошла такая дискуссия в столичном самоуправлении по поводу языка обучения в муниципальных детских садах. И я так понимаю, что возникло, так, дипломатически говоря, такое непонимание со стороны части оппозиции Рижской Думы, которые, ну, решили или, по крайней мере, подумали, что речь идет о планах Рижской Думы закрыть вот группы на языках нацменьшинств в муниципальных детских садах. Я знаю, что вы тоже комментировали на заседании Думы. Может быть, несколько слов об этом. Что же все-таки произошло и что на самом деле происходит? Ну, Дед, вопрос, безусловно, актуальный, который оппозиция подняла на заседании, но не относилось это совсем к тому вопросу, который мы рассматривали. Ну, не скажем, что там совсем-совсем. Дело в том, что обновлялись правила, правила, по которым поступают, подают заявления в детские сада, да, и там был также обновлен, дополнен список групп, в которые подаются заявления. И, соответственно, там было где-то 10 дополнений в приложении разных дополнительных групп, в основном которые это группы в детских садах нацменьшинств, да, в которых появляются группы на, ну, они называются просто основная группа, то есть, ну, по-пространству, чтобы нам было понятно, да, то есть есть на русском группе, да, где обучаются дети, и появляются на латышском. На латышском, да. Это требование закона. Но дело в том, да, дело в том, что это просто обновление списка, эти группы появились там уже давно, да, это то, что уже в течение года, что-то с весны прошлого года, например, среди этих обновлений есть целый садик, да, Лыксденя, который в Золе туда открылся, которого не было до этого в списке. То есть для того, чтобы родители могли подавать, а мы знаем, ну, подавать заявление, и чтобы список был актуальный, да, программный, который они подают, да, непосредственно, конечно, эти изменения нужно внести. Например, среди этих групп есть даже школа, группа из школы депутата Думы из оппозиции Анны Владовой, да, 80-я школа, где она директора, там тоже, например, да, уточнение о том, что там есть и Мазакум Тау-Тейба, то есть и нацменьшист группы, и обычная группа. То есть, в принципе, они-то должны были быть в курсе, о чем этот вопрос. Но взбудоражили, одна оппозиционная партия взбудоражила другую оппозиционную партию, обвинив в том, что они недостаточно следят и голосуют против, точнее, за закрытие группы на русском языке. Ну что, конечно, в этом случае совершенно неправда, потому что никакого решения по закрытию, понятно, групп не было. Почему этот вопрос актуален сейчас, и он действительно будет, и эта дискуссия будет у нас, и будет она, конечно, в комитете, на заседании Думы, о том, что мы делаем в тех случаях, где у нас остаются детские сады, которые чисто детские сады нацменьшинств, но новый закон гласит о том, что... Там должны тоже, да. Да, там предоставлены группы на латышском. Как мы знаем, эти поправки, они, ну, в Сэйме были в прошлом году продвинуты и приняты. Но там есть нюансы, то есть на самом деле есть возможность, так как туда как раз-таки депутаты из наших, наши коллеги из развития УЗА, да, Мария Голубева, я так понимаю, добилась того, чтобы там было слово дополнительное «возможно». То есть обязательно, а возможно, да. Ну, соответственно, есть варианты, как это делать, так чтобы не навредить, соответственно, других, ну, не за счет других групп. Вот. В принципе, не очень легкая будет задача, потому что мы понимаем, что дополнительные группы открывать, там, где невозможно физически открыть дополнительную группу, если бы их, возможно, было, уже были бы открыты, да. Ну, то будет как раз дилемма между тем, что делать. Но пока то, что вот тот список, который мы на этой неделе утвердили, ну, обновленный, да, это все по желанию детских садов, они сами подавали заявление, просили открыть у себя группы, некоторые родители вместе просили поменять саму программу, то есть заявлением коллективным родителей группы просили менять программу на, например, на латышский, да, ну, разные. Да. Ну, вот есть, наверное, такие практические вопросы, не знаю, это, наверное, в компетенции может быть и Министерство образования, но поскольку учредителями детских садов является самоуправление, все равно вам придется это решать. Ну, вот, допустим, есть возможность открыть группу на латышском языке. Ну, к примеру, родители, в том числе, мы знаем, что часть родителей, которые в семье говорят, к примеру, на русском языке, наверное, хотят часть родителей, чтобы ребенок уже с детского сада освоил латышский язык. Они говорят, что да, мы хотим, чтобы ребенок вот у нас там напротив, где мы живем, есть детский сад, чтобы он обучался, ну, или там его обучали преимущественно на латышском языке. Ведь вопрос мало того, чтобы открыть группу, надо же, чтобы были воспитатели, которые могут вот качественно на латышском языке вот эти занятия, вот сколько там эти занятия проводятся для детсадовских детей, чтобы они их провели. Ведь это по указу не делается, если нет этих педагогов-воспитателей. Что ты тут сделаешь? Ну, на самом деле, все абсолютно педагоги обладают знаниями латышского языка на таком уровне. Чтобы пока не в детском саду преподавать, да? И преподаватели в детском саду не смогли бы преподавать даже в детском саду нацменьшинств, если бы у них не была высшая категория, не была высшей категория латышского языка. Поэтому как раз-таки о том, что они смогут преподавать, а мы понимаем, да, там, в три, в четыре, пять лет, ну, какие, как бы, то есть это преподавание, да, то есть это учатся писать буквы, да, изучают эту букву со всех сторон, да, там, какие-то птицы, названия животных и так далее. Да, то есть проблемы с тем, что педагоги не могут, могут. То есть если вот заявление родителей вместе дружно написали, давайте уж сразу переходить, ну, я так понимаю, в одном, например, пример вот сейчас, который в этом списке был, ну, по крайней мере, департамент нам рассказал, что там было дружное коллективное заявление родителей, да? Самих родителей, да. Давайте уже перейдем на латышский сейчас в группе, давайте. Дело в том, что, ну, то есть ситуации разные, я не буду сейчас гипотетически, не хочется комментировать, потому что тут каждому детскому саду нужно подходить, я думаю, отдельно, все-таки понимая, какой спрос, на какие программы спрос, потому что то, что сейчас, опять же, нам департамент говорит, что очень большой спрос от, ну, русскоязычных родителей на латышские группы. И поэтому очередь в латышские группы существенно длиннее. Конечно. Это только одна из причин, по которой, да, то есть существенно длиннее, это очень. Да, вот спасибо за эти разъяснения, будем, естественно, тоже следить за развитием ситуации. Что касается вот самой работы Рижской думы, поскольку все-таки вы, ну, вы избранные депутаты Рижской думы, впервые стали депутатом, вот прошло это 100 дней, сейчас уже немножко больше, вот ваши ощущения, может быть, к чему-то вы готовились, что-то вы знали, что вот будет так и так, что-то для вас явилось неожиданностью, я вот так вот тоже, естественно, слежу за заседаниями тех или иных комитетов, я понимаю, что вы были, ну, может быть, слово удивлены не неправильно, но все-таки встревожены вот это большое количество, не знаю, там, бюрократии, которая есть на разных уровнях, там, не знаю, начиная от департаментов, заканчивая вот эти вот капитал сабедребы, вот эти общества капитала, ну, вот по тем репликам и тем вопросам, которые вы задавали чиновникам, действительно ли это так? Ну, конечно, мы предполагали, что работы-то будет много, и много чего нужно узнать, и понятно, что за эти 100 дней мы еще не во всем разобрались, вот, но при этом нам нужно было в таком очень-очень быстром темпе бюджет принять, да, ну, то есть мы его еще на следующей неделе принимаем, ну, вчера уже был и финансовый комитет, да, но дело в том, что нужно было разобраться с теми предыдущими бюджетами, да, что из этого мы можем поменять и так далее. Надо сказать честно, что работа была очень-очень интенсивная, из, ну, может быть, из удивления, так как я вот в одном из комитетов по имущественным вопросам, но на этом очень большое количество вопросов, которые чисто технически, юридически, и у меня вопрос, почему их вообще принимает, мы вот, кстати, подняли это, и, возможно, выйдем разбираться, вопрос, почему принимает, должны депутаты голосовать по многим вопросам, по которым, ну, на самом деле, например, комиссия по приватизации, да, юристы, они уже все, они знают, что в принципе мы по закону-то не можем против проголосовать. То есть это вообще какое-то формальное голосование, да? Да, там согласна норма, мы против не можем проголосовать. Почему нам вообще выставляется как бы на голосование вопросы, на которых политически мы не можем против проголосовать, потому что там юридически, иначе тогда против нас, например, судебно, заведут дело, как это вы могли против проголосовать. Зачем тогда эти формальные голосования? Вопросов много. Дело в том, что видимо, раньше никто задавался, может, эти вопросы, но не так. Меня, например, я не могу просто за 90 вопросов голосовать, даже не посмотрев, почему. И это то, с чем мы сейчас сталкиваемся, потому что мы каждый раз, каждую неделю проходимся всем. У нас самая большая фракция, мы всей самой большой фракцией обсуждаем вопросы всех комитетов, потому что у нас есть люди в каждом комитете. Я так понимаю, что не все так делают, но поэтому мы понимаем, что такой большой объем информации, но хотелось быть в курсе, за что вы понимаете. И разбираться. Поэтому там очень много вопросов, которые на самом деле нужно убрать с голосования, они, ну, понятно, где нет политических никаких решений. Вот. Ну и, соответственно, другие какие-то есть. Мы создаем комиссии, в которой мы понимаем, что есть политические решения, например, да, даже элементарно вот по поводу соли, да, ну, говорят нам, что соль, нельзя без соли никак на улицах, но мы же понимаем, что можно, мы знаем исследования, да, мы знаем, поэтому собираемся, ищем решение, как хотя бы его снизить, это количество соли. Да, ну, в общем-то, в принципе, работа интересная, надо сказать, затрагивает очень много нюансов, вплоть до, да, вот до мусора, мусоропроводов, вроде бы, казалось бы, да, ну, в общем, хозяйственные вопросы очень тонкие. И сейчас, что у нас интересно на повестке дня, это, конечно, все наши, вот вы упомянули, наши предприятия, которые, городские предприятия, их 15, да, крупных, ну, включая там, НП, известные всем, да, и так далее. Сейчас мы как раз находимся в стадии выдвижения стратегических целей. Это все, что мы как политики со своей стороны можем сделать, потому что они идеи независимы. Ну, как, конечно, мы держатели капитала, как город, да, но они должны сами организовывать хозяйственные деятельности. Приятия, да. А мы все, что можем, только выдвинуть им как бы стратегические цели. Вот мы сейчас как раз на этом этапе и решаем, в какую, ну, как бы на чем сфокусироваться, потому что мы видим, что предыдущие стратегические цели их были, ну, ни о чем. Они просто описывают, что мы делаем, ни к чему не стремятся. Какие им изменения? Ну, вот то, что мы сейчас, да, тоже углубились немножко в деятельности, например, вот чем центральный рынок занимается, или там Рига с нами, да. Да, вот нет такого, не знаю, ну, может быть, опасения, что будут какие-то реформы. Ради реформ, я почему спрашиваю, на днях была буквально дискуссия о ликвидации исполнительной дирекции, три у нас исполнительной дирекции, и создании вот этих, ну, не знаю, пунктов или центров приема посетителей, так можно сказать, вот пяти. Кто-то посчитал, что это, вот, не знаю, попытка создать какие-то дополнительные чиновничьи места, что это еще будет не упрощение вот этой процедуры обращения людей к городской власти, а наоборот, все это усложнит вот процедуру. Вот нет таких опасений, что вот надо что-то же поменять, вот предыдущие делали так, а давайте мы иначе. Ну, нет, здесь не скорее, что предыдущие делали так, вопросы-то исполнительной дирекции задавались многие и давно, и как выясняется по СКД с опросом, что 80% и не в курсе вообще жителей Риги, что они у нас есть. Мне тоже поступали постоянно жалобы, особенно насчет согласования торговых точек, это тоже все проходит через исполнительную дирекцию, и люди звонили, и предприниматели спрашивали, я не понимаю, говорит, по какому принципу кому-то отдают одну точку-другую, я действительно подняла правила, ну, вообще была не в курсе этого вопроса, подняла правила, изучила, действительно нету критериев, по которому ты можешь выбрать, если это идеальное место для, ну, скажем так, ну, не знаю, может быть, не такой отъявленной коррупции, ну, так, ну, тебе вот, ты мой знакомый, тебе вот здесь будешь торговать, да, тебе я тут разрешаю торговать, да, и там много таких вещей, да, ну, вот элементарно эта история с кражей бензина, да, то есть какие-то вещи поднимаются, открываются, проводятся небольшие даже аудиты буквально или ревизии там в исполнительных дирекциях, и мы понимаем, что это один аспект, почему там нужны были изменения, второй аспект, это то, что действительно дублируется очень много функций, то есть они очень часто обслуживают один и тот же участок или буквально рядом, да, то есть за парк отвечает один, рядом сквер отвечает другой, третий, это то, о чем мы шли на выборы и говорили, что нужно снизить количество вот этой, ну, это скорее даже не бюрократия, это скорее просто неэффективный процесс хозяйствования, да, то есть наша задача сделать его более эффективным, наша задача сделать думу ближе к человеку, соответственно, есть место, куда он приходит, и там он как в центре обслуживания клиентов получает всю информацию, а его не отфутболивают из этой дирекции в другую дирекцию, из той дирекции в клиентский центр, оттуда в Рига с нами, оттуда в Рига с Уден, хотя это вроде предприятия, то есть цель в итоге в том, чтобы в этом месте действительно, то есть философия поменялась, что мы видим Режанина как клиента, да, которого надо действительно обслужить и помочь ему, ну, собственно, заполнить любую там бумажку, заявление и так далее, но все, в принципе, в одном месте, ну, это в идеальном, в идеальном видении, да, и поэтому, ну, начинать надо с того, что понятно, дублирующуюся функцию убирать, отдавать то, что делает департамент, пусть и делает департамент, а не половина еще других, да, и по сути, вот эти исполнительные дирекции, они становятся скорее вот центром обслуживания клиентов, да, где и философия, мышление работников, она должна больше сводиться к тому, что вот пришел человек, и я должен его проблему, ну, как бы решить, и помочь, и разобраться, и вот он пришел с инициативой, и я, как в том месте, я знаю, где найти решение, ну, и как эту инициативу внедрить, например, да, ну, и так далее, поэтому, то есть то, что там говорят, что это грозят там увольнения или так далее, то есть это тоже, ну, неправда, ну, на данный момент, потому что на данный момент решено только, что мы идем по пути вот этой вот в сторону этого клиентского центра, да, реорганизации, соответственно, этих исполнительных дирекций, да, эффективизации процессов, а в ходе этого процесса уже будет выяснено, какие люди вместе со всеми своими функциями, которые они делали раньше, перейдут, например, в департамент определенный, потому что, понятно, мы вот разговаривали вчера буквально с департаментом имущества, они говорят, что, ну, там некоторые вопросы имущественные, которые до этого исполнительная дирекция сделала, говорят, ну, да, это нам перейдет, да, договора заключать по, ну, например, там тоже эти были, Маздарзани, ну, какие-то маленькие огороды, там еще разные, ну, они говорят, ну, вот эти вопросы, скорее всего, нам перейдут, но мы не можем потянуть, нам нужно тоже еще усиливать, как бы, персонал, ну, понятно, что, скорее всего, к ним придет все отделение, условно, из исполнительной дирекции, которая этим занималась, да, вот, дискуссия была очень интересная, этот счет, потому что оппозиция, которая, бывшая оппозиция, то есть, которая правила городом этими исполнительными дирекциями, ну, всячески пыталась оправдать существование и коррупции в исполнительных дирекциях, даже, вот, говорили, ну, и что, что бензин воруется, можно всегда улучшить, и ничего, не так хорошо работали, но можно лучше, нет, ну, то есть, надо понимать, что это, оно, как бы, не буду говорить, что это не политическое решение, это политическое решение, тоже, в том числе, потому что наши политические обещания были эффективный процесс, доступность города для жителя, да, то есть, клиентские центры, да, это наша политическая программа. Да, вот хорошо, что вы упомянули о политической программе, ну, партия прогрессивная, ну, с самого начала, я так помню, все-таки себя позиционировал, как социал-демократическая, сейчас у вас действительно такое интересное время, когда вы, ну, понятно, что коалиция у нас управляет городом, как вам кажется, удается, или, вот, прогрессивным, не знаю, свою линию, как бы, держать, поскольку у нас, ну, вот такие традиции политические, и на уровне правительства, ну, коалиция решила, коалиция приняла, и мало того, что избиратель зачастую не знает, кто инициировал, кто за что отвечает, но и партии, в принципе, теряются, да, иногда уже и не понимаешь, там, если мы смотрим правительство, министр, вообще, какую партию он представляет, да, вот в Рижской думе, вот это, ну, не знаю, слово самостийность, наверное, не совсем то, но вообще прогрессивно, вообще где-то звучат, или коалиция собирается, вот, там, не знаю, комитет решил, дума проголосовала, и все. Ну, мы, мы-то себя очень четко ощущаем, да, там, как, с одной стороны, отдельная такая, ну, дело в том, что мы самая крупная фракция сейчас, и даже после того, как вы знаете, от нас ушли Латвия, да, Латвия от Истиба, да, то, по сути, остались-то во фракции, в основном-то только прогрессивные, да, и вот у нас три из движения за депутат, ну, вот, и мы, конечно, ощущаем свою четкую политику, которую мы гнем, это наша социал-демократическая и наша зеленая линия, да, то есть нас две, поэтому наши комитеты, это социальных дел, да, и среды, и жилья, вот, но я понимаю, о чем вы говорите, да, то есть вот это вот слияние коалиций, которое многообразное, да, в нашем случае, а теперь еще и Силатая Истиба, то есть еще одна фракция, да, и то же самое в правительстве вообще еще более разношерстная, но надо сказать, что мы придерживаемся очень четко, то вот той программы, о которой мы договорились в самом начале, и надо сказать, эта программа очень даже социал-демократическая, зеленая, ну, насколько она может быть на уровне города, да, понятно, что впереди еще сложные дискуссии, которые, возможно, будут у нас с нашими коллекционными партнерами, особенно по поводу политики жилья, потому что в этом плане мы, конечно, достаточно левые, да, и, возможно, будут треди, а пока что нет, пока что мне даже вот не хочется сглазить, да, как говорится, этот бюджет, он очень социальный, да, то есть мы смогли действительно поставить приоритет социальную помощь, и, ну, то исторически, наверное, самый большой рост социального бюджета в городе, да, 15, по-моему, кома 6 процентов плюсом, я так сейчас точно не скажу, но вот в следующей неделе примем, и тогда будет четко известно, да, дополнительные услуги социальные появляются, увеличение зарплат коро-социальной сферы работникам и так далее, то есть мы понимаем, что следующий год будет социально тяжелый, и вообще, да, в стране, и в городе, и город, это тот, кто напрямую оказывает социальные услуги, да, то есть предоставляет, например, жилье компенсирует, да, минимальный доход, и, ну, да, любой большой перечень социальных услуг, которые представляют, основной идет, ну, как бы от города, да, нас обязует государство, но это делает город, и поэтому, да, в принципе, пока что вот это наша социальная линия, социал-демократическая, а мы ее и зеленую тоже продвигаем успешно сказать, об этом у нас, как бы такой консенсус пока в коалиции, но, опять же, я говорю, это, знаете, как говорится, медовый месяц, может быть, еще не закончился. Ну, да, впереди еще, вы упомянули политику жилья, это, наверное, то, что тоже очень многих наших радиослушателей интересует, что бы вы хотели поменять, может быть, что-то уже надо было поменять, ну, вот, из последнего, это, конечно, трагическая ситуация в Пардаугаве с этим домом, на Мэнсево, где там потом появилась информация, что люди там получили, не знаю, помощь в 1000 евро, ну, так сказать, звучит вроде бы, 1000 евро, это, конечно, деньги, да, но что на них можно снять, там, на два месяца какую-то квартирку? Ну, там, да, там ситуация такая, что, понятно, что это же не дом, не государственный, не самоуправление, то есть, это частный, что может сделать город в ситуации, когда это частный, но, на самом деле, даже в этой ситуации, понимая то, что жители, хоть это их и частные квартиры, да, остальные не могут это решить здесь и сейчас, то город, в принципе, вовлекся намного больше, чем, ну, допустим, юридически должен был, потому что мы понимаем, что реальная ситуация, вот, например, эти завалы разобрать, понятно, что мы не будем ждать и говорить, ну, что завалы должны разобрать, по идее, хозяева, квартир, да, так далее, это дом, ну, то есть, здесь как бы сделали, разобрали, первые, первые, первые взяли на себя, основной финансовый, скажем, удар, но дальше все равно придется там вовлекаться и страховым агентством, там некоторые квартиры были застрахованы, да, и жителям, ну, да, то есть, эта ситуация, она, скажем так, экстраординарная, но не экстраординарно то, что риск, именно почему такие взрывы происходят, он, он, в принципе, возможно его предотвратить, да, то есть, это тоже зависит немножко от политики города и страны в целом, идем ли мы, уходим ли мы от разных газовых баллонов, да, к более безопасным, да, средствам, и это да, но у нас, вот мы как раз сейчас начинаем работать над жилищной политикой, как таковой, ее нужно проработать, потому что видения о том, как будет развиваться вообще жилищная политика в городе, ее не было, никогда не было, то есть, никакого, поэтому все это от ситуации к ситуации менялось, поэтому то, что мы хотим в первую очередь, это разработать жилищную политику так, чтобы было понятно, куда мы двигаемся, например, решить, идем ли мы больше по пути того, что доступное жилье на съем, да, город предоставляет намного больше, да, и, ну, а что из хорошего, что вот в бюджете этого года будет, это, ну, четко решили, у нас 200 квартир стояло, городских, не отремонтированных, и поэтому никто их и не использовал. То есть, в принципе, квартиры были... Это трата денег? Да. Ну, это трата денег, то, что они стояли там и не использовались, поэтому мы чет крыш или нет, эти 200 квартир мы отремонтируем. Конечно, чтобы можно было их использовать для нужд городских. Да, это потери, у нас люди стоят в очередях на социальные квартиры и, ну, и так далее, да, то есть, вот это вот такие решения, которые, мне кажется, важно принимать, если ты понимаешь, какую политику ты хочешь, то есть, двигать, потому что это тоже всегда решение о том, куда потратить и куда не потратить, да, ограниченное средство. Вот здесь решили потратить, потому что, понимаем, что в долгосрочной перспективе мы просто теряем. Вот предстоящие, не могу не спросить, о предстоящих муниципальных выборах, они будут, теперь уже по новой схеме, после административной территориальной формы, 41 самоуправление, то есть, всюду, кроме Риги, несколько лет тому назад такая вот началась, ну, мода, может быть, не то слово, такой процесс старта на различных выборах, различных уровнях объединения. Вот, что будет сейчас, прогрессивный будет идти, так можно сказать, под своим брендом, отдельно вот в самоуправлениях, или принято решение, что максимально где-то объединяться с родственными по идеологии, и как это будет происходить, с точки зрения прогрессивных, конечно. Вы прям очень актуальный вопрос задаете. Мы буквально вчера, в очередной раз, надо сказать, дискутировали на эту тему вечером направлений партии. Мы видим аргументы и за, и против того, чтобы идти с кем-то. Понятно, что нужно консолидировать силы. Мы в регионах, особенно, малоизвестная партия, мы сейчас только благодаря Риге узнаваемость какую-то приобретаем. Но с другой стороны, для нас важна именно наша идентичность, прогрессивных, как новых социал-демократов, новых зелёных. И каждое объединение для нас риск того, что мы сливаемся. То есть мы не свою идентичность усиливаем, мы сливаемся. Поэтому у нас всё ещё происходит дискуссии, какую дорогу выбрать, потому что есть самоуправления, в которых мы видим возможность сильного старта. Например, Юрмала у нас исторический ячейка есть и готова к старту. Но есть такие самоуправления, как Лепая, где у нас есть определённая команда людей. Но мы понимаем, что для качественного старта в Лепой нужно бороться за власть, потому что в Лепой нужны перемены, мы это знаем все. Возможно, там такой же сценарий, как в Риге, ждёт, потому что там всё несменная власть была. Да, 20 лет. Да, ну там печальнее, я бы даже сказала, история, чем в Риге. И поэтому, возможно, там нужно консолидировать. Поэтому тут, конечно, от города к городу нам бы хотелось больше найти возможности стартовать самим. Но мы понимаем, что прогрессивная политика, она не только неузнаваемая, но ещё для многих немножечко в регионах непонятно до конца. С одной стороны, они понимают, это наше социал-демократическое и зелёное видение. С другой стороны, их пугают какие-то наши ценности по правам человека. Да, они до конца популярны в регионах. И приходится разъяснительную работу вести, что социал-демократические ценности и помощь, это всё идёт вместе с равным отношением к людям. Я почему спрашиваю, поскольку время бежит очень быстро и до выборов семь, в принципе, ну чуть больше, чем полтора года. То есть, что, видимо, тоже придётся думать, наверное, что дальше делать погрессивным, потому что партия, которая надолго пришла, должна, видимо, на всех уровнях участвовать. Нет, безусловно. Мы, конечно, региональные выборы рассматриваем уже тоже в контексте того, что впереди и парламент. И именно поэтому эта дилемма и дискуссия и происходит между своё отдельное, ну, своё имя, потому что мы, конечно же, не метим ни в какие объединения. Мы всегда об этом говорили. Мы в политику пришли и растём потихонечку и надолго. Поэтому нам важно, чтобы мы свою идеологию и свои ценности сохраняли. А это легче всего сделать когда-то. Ты, конечно, ни с кем не сливаешься. Поэтому мы, конечно, идём потихонечку, растём и рейтинг, будем смотреть, как у нас в следующем году. На парламент мы, безусловно, планируем идти как прогрессивные и прогрессивные. В объединениях мы не заинтересованы, потому что никто, кроме нас, нашу политику так хорошо не будет представлять. А тем более на национальном уровне для нас это очень важно. Потому что в муниципальном эти объединения, они, конечно, не сильно влияют на идею, если ты хочешь бескоррупционное управление, более зелёное. Да, это всё-таки хозяйственные вопросы, прежде всего. Какая там идеология? Национальный уровень, другое дело. Никто, кроме нас, не так не борется за прогрессивный налог, за действительно здравоохранение, финансирование, существенное увеличение и так далее. То есть мы против выступаем сейчас нынешнего правительства и фискальной этой дисциплины, когда весь мир говорит, ребята, тратьте, отдавайте напрямую людям, а через предприятия, через них не доходит помощь до людей, и наша Рейерс продолжает держать ни за что, ни за что не отдам, ни за что не отдам. Деньги есть, но не отдадим. Напрямую, как будто это его личный кошелёк. Мы чётко выступаем против этого, потому что мы понимаем, что будут ещё хуже последствия кризиса, если людям не помочь напрямую. Но сторонников такой нашей, скажем, яро-левой политики не так много в Латвии. Поэтому, да, для парламентских выборов будет посложнее искать, возможно, сотрудничество. Да, очевидно, что и на выборах всем этнический аспект нельзя будет отбросить, по крайней мере, мы можем, конечно, по-разному это оценивать. Более оптимистически настроенные эксперты говорят о том, что вот это вот голосование по фамилиям несколько снижается, вот эта тенденция, пессимисты говорят о том, что, ну, с незначительными коррекциями, но, в принципе, политика последних 25 лет всё-таки продолжается главным образом. Как вы это оцениваете? Может быть, пандемия здесь несёт какую-то коррекцию? Как вам это всё видится? Вот, не знаю, поскольку я так могу предположить, что какая-то часть и не латышей, или русскоязычных тоже голосовали и на этих выборах за вот это объединение, где были прогрессивные. Как вам это видится? Ну, я хотела бы быть оптимистом в этой ситуации, но так как политикой занимаюсь уже, не знаю, наверное, 14-15, и, ну, надо сказать, действительно, реалистам, что очень маленькие изменения происходят. Да, медленно всё это происходит, да. Мы видим всё равно эти чёткие вычёркивания, мы видим эту тенденцию, если мы возьмём список, да, даже наш на этих выборах, мы увидим, что наши фамилии, скажем так, не латышские, так как понятно, что подавляющее большинство электората. Ну, хотя там, надо сказать, по опросам вроде выглядит, что процентов 80 всё-таки это латышскоязычные граждане голосовали, и поэтому можно увидеть, как эти фамилии попадали, но, надо сказать, попадали и другие фамилии, которые никак не связаны с этнической, да, а там с определённой ассоциацией у кого-то и так далее. То есть, в принципе, у нашем списке было очень интересное вот это как бы вычёркивание, плюсование, потому что активные избиратели, это всегда ещё зависит от того, ну, какой избиратель партии, любят ли они вот эти плюсики. Да, но прогрессивные это в этом объединении вообще получили бы больше всего мандатов, тут уже это же называется факт, да. Да, это факт, и надо сказать, мы получили его не из-за вычёркивания других, это мы анализировали, да, и мы получили его за счёт того, что просто наши кандидаты получили больше плюсов. Вот, но, ну, в моей ситуации, моя ситуация, например, да, чётко, очень русская фамилия, правильно, тут как бы имя, фамилия, тут годах, но политологи говорят, вот, за исключением Нинашева и все остальных повычёркивали, ну, ну, то есть, и пытаются сказать, что нету всё-таки этнической тут голосования, вот, видите, Нинашева уже не повычёркивали, но если мы так присмотримся по-хорошему, просто, ну, понятно, что так же само, как с Марией Голубевой, так же само, как когда-то Лоскутов и так далее, то есть, это просто люди, когда они исключаемые, им просто ставят больше плюсов, ну, вот и всё, а если бы они были неузнаваемы, то чисто пофамильное вычёркивание, оно бы всё равно сработало, да, у нас, надо сказать, прогрессивно, когда мы сами по себе стартовали на Сейм, было минимальное, вот это, наверное, мы единственная партия, у которой, поэтому надежда на то, что наш избиратель, он всё-таки тот, который уйдёт от этого этнического голосования, мы чётко позиционировали, что мы не будем писать национальность, когда вот подают списки, да, там есть одна графа, национальность, да, мы сказали, что мы её заполнять не будем от нашей вот партии, принципиально, да, потому что мы считаем, что это вот зачем-то дискриминирующе, ладно, по фамилии могут угадывать, да, но вот не будем, и всё, да, и, ну, мы пытаемся от этого уйти, но я, надо сказать, реалист, мне кажется, что мы медленно от этого очень уходим, и опять же, на Сейм будет, вот это, чуть-чуть будут отрывать от электората согласия какие-то новые, условно, русскоязычные партии, да, потенциально появляющиеся и так далее. Нам бы хотелось, чтобы, конечно, голосование было по идеологическому принципу, но всё ещё, всё ещё это продолжается. Ну, мы видим, что появляются новые враги у национального объединения, да, вот вы видите, что там какой-нибудь семьи разнообразной, да, или не разнообразной, и, ну, новые, но здесь вот, видите, здесь у партии и у, ну, есть, наверное, оно общее какое-то, будут бороться против нетрадиционных семей, куда они включают и семей с одним родителем, коих у нас громадный процент, да, в стране, и, да. Ну, вот это как раз последний вопрос, который я хотел задать, я понимаю, что он больше концептуальный, больше философский, с одной стороны, да, вот эта инициатива ТБ Весу Латвии такая вызвала бурю эмоций и дискуссий, но с другой стороны, ведь нельзя отрицать, что это партия, которая давно находится, хотел сказать, на рынке, но которая давно находится на политической сцене, она, в принципе, чувствует настроение общества, конечно, сейчас вот новое социологическое опрошение проводили, тяжело вот процентно сказать, что вот столько, только категорически, ну, условно говоря, за традиционные семьи, столько-то процентов, столько-то против, но, в общем-то, общество в Латвии консервативное, по большей части, я понимаю, что меняется, может быть, молодежь смотрит на это, не знаю, по-европейски, по-западному, называйте, как хотите, но все-таки ведь, на самом деле, ведь они не одни такие вот выискались, которые сказали, вот мы вдруг ни с того ни с сего будем защищать вот это традиционное понимание классической семьи, где там, не знаю, брак, это союз мужчины и женщины, а не союз, не знаю, двух женщин или двух мужчин или еще кого-то, да? Ну, безусловно, национальное объединение, опытная партия с точки зрения политических манипуляций и почувствовать волну и схватиться, когда про них никто не говорит и все про них забыли, а они взяли и выплали, чтобы все про них говорили. Мы же понимаем, что смысл этих поправок с Атверсмой, когда у них разногласия даже и в коалиции четко, и более того, я так понимаю, они там даже договаривались не менять с Атверсмой вначале, когда подписывали договор. Да, только путем консенсуса, да. Они готовятся к парламентским выборам, про них мало говорили, кризис, про них никто не говорит. Правильно не говорят, потому что, извините, национальное объединение, вы в правительстве всегда были, есть и будете, и вы говорите, вы защищаете семьи. Где хоть одно предложение действительно помочь семьям сейчас в кризис? Нету его. Особенно семьям, у которых дети, да, если они говорят, что они за семьи, за детей, мы не видели ни одного предложения, чтобы выплатить, не знаю, универсальное пособие, например, всем детям сейчас, родителям, да, с детьми, особенно у кого хотя бы два ребенка, мы понимаем, есть кто-нибудь с детального возраста, это вообще катастрофа сейчас, продление каникул бесконечное, обучение первого и четвертого класса на дому, да, у меня у самой вот первоклассника, с понедельника будем учиться на дому, да, ну как? работаешь с утра до вечера, учиться на дому и еще другие дети, да, понятно, то есть, но помощи, реальной помощи семьям, она, ну, национальная бедия никогда не предлагает, да, то есть все, что они могут, это использовать, видите, вот, популистическую риторику, чтобы еще долго их имя звучало в меди, это их основная задача, поэтому они, конечно, поднимают вопрос, который, ну, взбудоражит общественность, и будут кликать, как говорится, на заголовки люди, где они будут выступать, говорят, что вот мы хотим вписать, да, потому что, извините, суд конституционный сказал, что все семьи достойны защиты, да, ну, мы же понимаем, что, да, наше общество, конечно, в каком-то, в какой-то степени консервативно, мне кажется, вот эти их поправки, они сейчас задели много кого, потому что они хотят сказать, какая семья правильная, какая неправильная, и здесь речь не идет уже там о потенциально ЛГБТ плюс там о однополых парах, здесь скорее идет уже речь о том, что они говорят, что правильная семья, это только та, где есть мама и папа и дети, и, соответственно, права ребенка, они пытаются вписать в институцию, права ребенка будут, значит, как бы под риск, ну, подвержены, значит, как бы, не будут выполнены права ребенка, если он живет не в такой семье, ну, так не в такой семье у нас живет половина страны, да, если не больше, у нас очень много нерегистрированных браков, и люди выбирают, все больше уходят от... В конце концов, дети-то не виноваты, да. Да, вот именно, а дети, которые с одним родителем, ну, это у нас, по-моему, в районе 30, если сейчас, не скажу, но очень большое 30 или, да, процентов детей живет в семье с одним родителем, ну, то есть, это сейчас поднимает такой вопрос, ну, ну, это низко, мне кажется, с точки зрения, ну, низкая политика, но, скажем, от национального объединения ничего другого, не ожидалось, в принципе, играть в такую низкую политику, не хочется, чтобы просто остальные шли на поводу этой дискуссии. Ну, скорее всего, этого не произойдет, мы понимаем, что, видимо, для изменения Конституции конституционное большинство в 67 депутатов не наберется. Спасибо большое за то, что вышли с нами на связь. Антонин Ненашева у нас был в прямом эфире, сопредседатель партии Погрессивная, депутат Рижской думы, большое спасибо. Спасибо. Всего доброго. Мы знаем, вы слушаете.